Мы собирали акцию «Милосердие», мы помогали детям Донбасса в школьных принадлежностях. Как мы знаем, что сейчас в Донбассе идет война, и как бы мы помогаем детям в том, чтобы они смогли учиться. Желаем им хорошей учебы. Я желаю, чтобы как бы у них поскорее кончилась война, и также, чтобы они учились хорошо. Кадеты 18-й школы несколько дней собирали тетради, ручки, карандаши и другие канцелярские товары, чтобы передать их в дар Свердловской библиотеке ЛНР. Акции «Милосердие» в Сергеево-Пасадском образовательном учреждении проходят уже в третий раз. О том, что на Донбассе все эти годы идет война, ребята знают не понаслышке. У бабушки там вот как раз про войну есть. Там, когда едешь в Дзержинск, там блокпосты, там танки стоят, БТР, солдаты с автоматами. Там живет мой друг, он пишет письма мне и говорит, что там все нормально у них. И то, что огонь у них только происходит по вечерам, когда уже все спать ложатся. Друга как зовут? Саша Капицын. Ему бывает порой страшно по ночам. У него еще младший брат тоже есть. Ему обоим страшно спать ночью. У Дениса Охромкина это уже 20-я поездка на Донбасс. Сейчас в списках необходимого там канцелярия, бытовая и коммунальная техника. По-прежнему, рассказывает гражданский активист, на просьбы о помощи откликаются многие неравнодушные люди Сергеева-Пасада. Мы сейчас въезжаем в Краснодон, в Луганск и в город Свердловск. Туда у нас в основном идет бытовая техника, канцелярия, даже есть холодильник, люди готовы были. То есть налаживаем быт потихонечку мирный. И самое главное, Влад Горовец подарил нам для коммунальных служб Краснодона две мотопомпы. Это, я считаю, огромный вклад и очень нужный весь. В любом случае, это какие-то коммунальные аварии решать проблемы. Много-много людей помогает, как обычно. И Виктор Иванович Курляковский, и Игорь Михайлович Кузнецов оказывают нам помощь медицинскими препаратами. И, ну, это в больнице все. То есть поездка будет короткой, но, в принципе, машины опять набиваются бытовыми такими вещами, которые в жизни очень необходимы, в мирной жизни. Татьяна Трушкина, Сергей Власов. День города.